За ремонтом Ивановских дворов пристально следит городская мэрия. Некоторые объекты не приняты и подрядчику придется их переделывать за свой счет. В четверг к инспекции присоединился и губернатор. Ремонт придворовой территории дома номер 9 в 30 микрорайоне почти образцово-показательный. Подрядчик работает с асфальтом, а жильцы устанавливают бордюрный камень. С года в год тут лужа была огромная, я все это затапливала. Поэтому по просьбе жильцов дома и вообще рядом, которые живут здесь люди, мы же здесь все ходим, чтобы не было этого безобразия, мы попросили, конечно, чтобы нам все это подняли и сделали. Вот сам Белл, очень благодарна ему, это тоже за наш счет, за наши деньги, нашего кооператива делается. Вот он нам старается делать бордюры и дорожки, вот эти пешеходные, чтобы нам было удобно ходить весной и зимой, чтобы машина отдельно, а пешеходы отдельно. Днем перед тем, как ехать в рейд, губернатор попросил горожан в твиттере рассказать о проблемах двора. Таких нашлось немало. Пожаловались на ремонт двора в 14-м проезде. Тут асфальт укладывают выборочно, фактически лоскутками, точно по смете. Жильцам повезло, вопрос губернатор решил сразу, в их пользу. Смету производства работ в этой территории была не включена. Поэтому сейчас принято оперативное решение о том, что включить этот участок для производства работ. Будут ли также быстро решены другие жалобы из твиттера, неясно. Губернатор пообещал, что бездействия в этом вопросе со стороны органов местной власти он не допустит. Все остальные жалобы, неудовольствия все соберу и переправлю в соответствующий отдел, в соответствующее управление, в администрацию под контролем главы администрации Александра Сыславовича Кужмичева, чтобы все это учлось в работе. Там есть, конечно, обращение граждан, чьи дворы не попали в этом году, в прошлом году. Но, товарищи, нельзя объять необъятное. Однако, чуть меньше половины необъятного уже сделано. В общей сложности в Иванове с начала действия программы до конца этого лета будет отремонтировано 1043 двора. Всего их более 2000. Заасфальтируют самые неблагоустроенные. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.